Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Общественные науки – сфера интересов нашего сегодняшнего гостя. Присоединяйтесь к беседе. Андрей Анатольевич Злотников – заместитель декана юридического факультета ГГУ имени Франциска Скорины, кандидат социологических наук, доцент. Родился 27 апреля 1970 года в Ленинграде. В 1994 году окончил Белорусский государственный университет по специальности социология. Проходил срочную военную службу в войсках связи. Трудовую деятельность начинал в коммерческих структурах. Пять лет находился на государственной службе. С 2000 года работал в Гомельском государственном техническом университете имени Павла Осиповича Сухого. С 2015 года – доцент Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. В 2016 году назначен заместителем декана юридического факультета. Активно занимается научной работой. Автор более ста публикаций. Вопросы Анатолию Злотникову можно задать прямо сейчас, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340 043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер – плюс 375 29 340 043 3. Здравствуйте, Андрей Анатольевич. Добрый вечер, Ольга Владимировна. Добрый вечер, уважаемые зрители. Сейчас короткий анонс событий наступившей недели, и мы продолжим беседу. В Беларуси продолжается районный этап республиканского проекта «Во славу общей победы». В нашей области на этой неделе торжественные церемонии пройдут на местах захоронения периода Великой Отечественной войны Брагинского, Жлобинского и Ветковского районов. Лучшего сотрудника патрульно-постовой службы и ОМОН Беларуси выберут на смотре конкурса в Гомеле. Представители областных УВД и ГУВД Мингоросполкома будут демонстрировать уровень огневой, строевой и медицинской подготовки. На среду, 25 сентября, запланирована благотворительная акция «Дитя мира». Уже в 13-й раз областное отделение Белорусского фонда мира поздравит в родильных отделениях матерей, чьи дети появились на свет в Международный день мира – 21 сентября. 26 сентября в агрогородке Тихиничи Оргачевского района состоится форум сельской молодежи Гомельской области. Мероприятие соберет молодых тружеников сельскохозяйственного производства, бизнесменов, работников социальной сферы села, студенчества. В субботу, 28 сентября, в Ветке будут отмечать День города. А в Гомеле на стадионе Гомсельмаш в этот день пройдут торжества, посвященные Дню машиностроителя. Неделя в регионе будет насыщена событиями. Следите за ними на «Беларусь-4 Гомель». Андрей Анатольевич, а каким источникам информации вы доверяете? Прежде всего, я доверяю современному телевидению, интернету, источникам информации, которые я знаю, проверю. Это мои близкие люди, которые владеют компетентной информацией. Коллеги? Естественно. Коллеги, как правило, тоже близкие люди. Основная область ваших научных интересов – это социология спорта, социология здорового образа жизни, а также социология молодежи, политология. И что меня особенно заинтересовало – это гендерные исследования. Скажите, пожалуйста, вот какая работа была для вас определяющей в вашей научной деятельности? Самая важная или, может быть, какая-то отдельная тема? Если говорить о такой работе, я надеюсь, что она еще не сделана, но и не написана, а самое важное. Определяющая тема действительно – это социология спорта. Это вызывает у меня и исследовательский, и человеческий такой интерес в большей степени. А другая тематика, о которой вы сказали, она просто где-то в области пересечения. Потому что, когда мы говорим о социологии спорта, неизбежно возникает вопрос связи с спортом, здоровым образом жизни, связи с молодежью, потому что, как правило, спортом в основном занимается большинство молодых людей. И вы занимались тоже в молодости? Ну, сейчас пытаюсь по мере всевозможности заниматься. Каким видом занимались? Основным видом спорта, который я занимался больше всего, это было самбо. И в этой сфере проводите потом исследования? Или в другой? С какими спортсменами работаете? С точки зрения работы, что вы имеете в виду? Это исследовательская работа? В социологии, да, исследовательская. Но большинство моих исследований, которые касались социологии спорта, они были нацелены в сферу так называемого спорта для всех. То есть, если мы говорим вот в таких терминах, у нас более привычные словосочетания есть спорт и физическая культура. А я, как исследователь, и знаю ряд моих отечественных коллег, зарубежных коллег, считаю, что более корректно выделять в сфере спорта две такие составляющие. Это спорт высоких или спорт высших достижений и спорт для всех. И моя область научных интересов была в основном направлена в сферу спорта для всех. Поэтому, что касается вашего вопроса, исследования на выдающихся спортсменов или просто спортсменов, таких профессиональных, мои направлены не были в основном. Может, это в будущем то, о чем мы говорили, какая работа самая важная. Что удалось узнать уже? Какие данные получили? Здесь я хотел бы сказать, что в качестве того, чем можно, слово «гордиться» неправильно, может быть, мини-какое-то научное достижение, мини-вклад в науку в этом направлении, на мой взгляд, заключается в том, что в моих исследованиях, которые, конечно, были невозможны без моих коллег, моих учителей, если позволите, может, я остановлюсь на этом, в этих исследованиях получалась такая структура, что все люди, которые занимаются спортом, их можно классифицировать с точки зрения их мотивации занятий спортом, их ценностного отношения к спорту, их отношения к своему собственному здоровью. И здесь я предложил такую модель, в основе которой пять основных типов. Да, можно говорить, что эта модель, она несколько сложнее в реальной жизни, да, и первый тип, и второй, я сейчас позволю кратко себя охарактеризовать, они где-то в реальной жизни комбинируются, пересекаются. Но я выделил вот такую модель, в которой есть люди, которые занимаются спортом с точки зрения такого эффекта телесно-оздоровительного. Я подчеркиваю, мы речь ведем не о профессиональном спорте, не о спорте высоких достижений, где не цель стать олимпийским чемпионом, чемпионом мира, где люди занимаются спортом, чтобы ощутить оздоровительный эффект, чуть-чуть, может быть, скорректировать фигуру, сбросить вес, набрать там мышечную массу. Особенно, например, для девушек, молодых женщин характерно стремление, особенно после родов, немножечко тоже скорректировать массу с точки зрения снижения веса, потому что в некоторых случаях во время беременности... Но это только один тип мотивации. А что еще? Совершенно верно. Есть такой тип эмоционально-коммуникативный, когда занимаются спортом прежде всего для эмоций, для радости, для ощущения компаний, побыть в компании, друзей. Особенно это свойственно эмоциональным людям, которые даже на таких, можно сказать, дворовых соревнованиях каких-то или любительских... Ну и, наверное, если из компании выбывают, то и интерес к спорту заканчивается вместе с этим. Очень важно, чтобы это была какая-то группа людей, которыми вместе интересно. Не факт, что после этих спортивных занятий они всегда ведут здоровый образ жизни. Это вот действительно правда, да? Но, тем не менее, у них цель занятий именно коммуникация и общение. Есть люди, которые, условно говоря, коротко я бы назвал так, которые говорят, что да, спорт хорошо, спорт важно, спорт полезно, но, к сожалению, у меня нет времени им заниматься, у меня нет возможностей, далеко спортивные объекты, нет инвентаря. Ему можно давать разные условные названия, действительно условные, ну такой формально-декларативный, они декларируют спорт хорошо, спорт полезно. У меня не получается заниматься. Есть люди, которые так позиционируют занятия спортом. Да, спорт хорошо, но есть альтернативные источники поддержания себя в форме и ведения здорового образа жизни, и дачи, и физический труд для сельского жителя. Может быть, и не нужно тех занятий спортом, если речь не идет о эмоциях, коммуникации, да, когда он придает физическую нагрузку благодаря своему физическому труду. Ну и есть тип так отрицающий, которые говорят, что спорт – это не мое, то спорт вреден для здоровья, особенно когда речь идет о каких-то серьезных нагрузках. Ну если так вот коротко охарактеризовать эти типы. Как вы думаете, сегодня есть мода на здоровый образ жизни? Вы знаете, слово «мода» может быть здесь мне не очень нравится. Мне кажется, что здесь понимание, осознание большинством современных людей, я убежден, есть, что здоровый образ жизни, он важен и с точки зрения ощущения и качества жизни, и получения радости от жизни. Потому что сами знаете, что когда люди испытывают какое-то болезненное состояние, то качество и ощущение жизни несколько теряется, притупляется. Но, несомненно, и среди какой-то части населения именно вот мода на здоровый образ жизни присутствует. И благодаря этому развивается целый фитнес-индустрия и много других сопутствующих направлений. Ну в данном случае тенденция позитивная, поэтому никто с ней спорить не будет. Что касается гендерных различий, то тут множество существует достаточно спорных теорий. Вот одна тенденция, очень ярко выраженная, ее нельзя не заметить, то, что женщины ощутимо дольше живут, чем мужчины в нашей стране. То есть, соответственно, и к своему здоровью женщины относятся ответственнее. Это тоже показывают данные исследований? Да, действительно, во многом это так. Чтобы сделать вывод о совпадении этих тенденций, нужно посмотреть на макроуровни, например, на статистику. И статистика многих стран мира, и включая, например, такие страны, как Япония, Швейцария и многие другие, где очень высока средняя продолжительность жизни демонстрирует действительно то, что женщины в среднем, как правило, живут дольше мужчин. В каждой стране это по-своему, я думаю, здесь неправильно на конкретных цифрах останавливаться. Да, в каждой просто этот разрыв будет разный, но он существует везде, он выражен. Он существует везде. Вот это то, что я говорю на макроуровне. А на микроуровне, очевидно, это отражается в каких-то поведенческих установках. И в том числе в части своих исследований я могу сказать, что эти данные подтверждались. Ответственное отношение женщин к своему здоровью, оно достаточно очевидно. Ну и вот в отношении гендерных стереотипов, если позволите, да, вот мы знаем, что стереотипы это некоторые устойчивые, такие упрощенные представления. И все гендерные стереотипы можно так структурировать, разделить на три большие группы. Первая группа стереотипов, они неизбежно связаны с профессией, которые мы говорим, женская работа, мужская работа. И это можно наблюдать во многих сферах жизни, где, допустим, в той же сфере образования, в которой я последние два десятилетия практически работаю, особенно в сфере начального образования, среднего образования, мы прекрасно видим такую картину, что большинство педагогов это женщины. Когда вот у нас такой, опять же, стереотипный алгоритм восприятия, когда мы говорим физрук или трудовик, у нас же рисуется в большинстве случаев образ именно мужчины, так? Ну, это первая группа таких гендерных стереотипов. Вторая группа гендерных стереотипов, она связана с распределением социальных статусов, социальных ролей. С детства говорят мужчине, ты защитник, ты добытчик. Девочке, девушке, женщине часто отводится другая роль с точки зрения гендерных стереотипов. Ну, и вот еще и последняя такая группа стереотипов, она основана на восприятии силы и слабости, да? И мужчинам часто приписывается сила, и вот это, опять же, гендерный стереотип – сильный пол. Но то, о чем мы говорили, продолжительность жизни женщин, очевидно, опровергает этот стереотип напрочь, потому что, очевидно, сильный пол не может жить меньше, чем слабый. Получается, с ног на голову все перевернулось. Женщины, очевидно, более сильный пол, они живут дольше мужчин. Ну, потому что, если позволите, где-то это не мной придумано, может быть, это не совсем корректно, но это правда в контексте того, что я говорил, что мужчины иногда ведут нездоровый образ жизни. Мы знаем, есть такой стереотип – настоящий мужчина должен что сделать? Посадить что? Дерево? Вот, а в реальности получается, настоящий мужчина садит печень, отращивает живот и тратит много сил на то, чтобы построить не дом, а жену с тещей. Извините, такой сленг построить. Ну, так происходит. Может быть, затрата энергии, сил на вот эти вот направления и укорачивает их жизнь. Вот поэтому и хорошо, что существует мода на здоровый образ жизни, и что сегодняшние подростки знают об этом, слышат об этом, чуть ли не с рождения о том, что спорт – это круто. И игры спортивные во дворе – это тоже здорово, и лучше быть здоровым и богатым. Ну, к сожалению, в последнее время таких дворовых спортивных игр мы можем не наблюдать. А очень популярное движение, кстати, вот здесь не совсем вы правы, тоже сейчас развивается, и воркаут площадки, да, и футболь. Ну, это не дворовая игра, дворовая игра, как бы несколько другая. Волейбольные площадки и футбольные, все это сейчас есть. Современные 20-летние, ваши студенты, которых вы видите каждый день, с которыми вы общаетесь, это поколение людей, которые уже родились со смартфоном в руках, которые уже не знают, что такое нет интернета, да, или нет мобильного телефона. Это другие немножко люди, их восприятие себя, современной действительности отличается от восприятия более старшего поколения, или не замечаете этого? Тут есть ряд сходств, ряд отличий. Сходства, они заключаются в том, что все-таки человеческая природа, она достаточно неизменна, да, и определенные ценности, убеждения, они передаются из поколения в поколение, и на этом-то, в общем-то, и базируется культура, когда нет разрыва между поколениями. А с другой стороны, современным молодым людям можно, с одной стороны, где-то позавидовать, потому что больше информации, больше возможностей узнать какую-то информацию, быстро ее найти, быть мобильным, таким коммуникативным, а с другой стороны, им можно и посочувствовать, потому что такие потоки информации, которые нужно и уметь фильтровать, и правильно воспринимать. И очевидно, что сегодня, чтобы быть успешным молодому человеку, неважно в какой сфере деятельности, ему нужно владеть большим объемом информации и, очевидно, отдавать себе отчет. Но это, да, действительно такая закономерность, которая касается, вот социологи называют «закон перемены труда». Многие профессии сегодня меняют свое содержание очень быстро в связи с научно-техническим прогрессом. И поэтому осознание этого факта, что ты сегодня получил какую-то профессию, будешь всю жизнь ей неизменно заниматься, оно очень важно для молодого человека. И каждый должен понимать, что сегодня ты начинаешь учиться, и это будет продолжаться, очевидно, всю жизнь, если хочешь быть успешным. Вам нравится современная молодежь? Конечно. Иначе какой смысл тогда работать с ней сегодня в образовательном учреждении, когда я почувствую, что она мне перестанет нравиться, все, значит, мое место уже где-то не в образовательном учреждении. А вы строгий преподаватель? Мне сложно сказать. Или скорее демократичный? Автоматы ставите? Я всегда, когда студенты говорят об автоматах, всегда попытаюсь отшутиться и спрашиваю, вам какой автомат? УЗИ, Томпсон или Калашников? А вот за трудовые заслуги, за хорошее изучение можно добавить какие-то бонусы. Ну, вообще, на сегодняшний день, если говорить серьезно, в связи с развитием так называемой модульно-рейтинговой системы, которая в том числе и в нашем ВУЗе применяется, то говорить об автоматах не совсем правильно, некорректно. То есть какие-то трудовые заслуги студентов в процессе семестра должны учитываться на экзамене. Я уже не завидую современному поколению студентов после этих слов. Предлагаю перейти к нашей постоянной рубрике «Есть мнение». мы провели свой опрос на тему «Интересуетесь ли вы социологическими исследованиями?» Интересуюсь в сетях, в интернете смотрю. Детская травматология очень беспокоит меня, потому что в самой ребенок еще и на велосипедах как носится, даже сам иногда идешь, кажется, и сам под велосипед можешь попасть. «Настолько люди заняты работами, что все такие говорят, что на работу устроиться никак нельзя». «Не интересуюсь это, попросту говорю, это я не сильно в это». «А почему?» «Потому что я прожил достаточно лет, и я все видел это в жизни. Поэтому я считаю так, кто-то думает иначе. Пусть думает, никто же не запрещает». «На данный момент какова тема интересна? Честно говоря, на сегодняшний момент, если так вот разбираться, мне интересна одна лишь тема – что у нас будет завтра?» «Ну, я не интересуюсь». «Вообще никогда не смотрели, не читали?» «Нет». «Я, честно сказать, не интересуюсь». «Почему?» «Честно и откровенно, но как-то это уже все позади. При моем возрасте уже я могу себе это позволить». «Конечно же, интересуюсь, потому что я считаю, с помощью этих данных можно посмотреть, как думают большинство, в целом общество». Андрей Анатольевич, опросы общественного мнения – действенный инструмент для того, чтобы получить реальную картину состояния общества и его отношения к тем или иным явлениям? Да, несомненно. И на сегодняшний день данные различных социологических исследований и один из методов получения информации – социологический опрос – они позволяют замерить точную картину того, что происходит в обществе. То есть эти данные можно использовать и, конечно, в научных, познавательных целях. Большинство исследователей, не будем это скрывать, двигает любопытство, интерес к познанию. Часть этих данных, несомненно, если они, опять же, подчеркиваю, получены по правильной технике, правильной методике, если они достоверны, их можно использовать в управленческой деятельности, при принятии управленческих решений, в маркетинговых каких-то компаниях. Можно приводить много примеров. Допустим, я хотел бы привести такой пример, отвлеченный и от политики, и от религии, и от других сфер жизни. Я имел опыт участия в таком проекте, и был часть этого проекта конкурс «Бренд Года». Когда-то компания, которая сейчас работает тоже успешно, Центр системных бизнес-технологий «Сатио», впервые стала проводить этот конкурс «Бренд Года». И частью этого конкурса был опрос потребителей. В конце каждого года проводился опрос потребителей о знании брендов. И интересно, если отмотать такую воображаемую машину время назад, лет на 10-15 назад, интересно было, что уже существовали бренды, а люди их не знали. И когда мы получали такие знания, мы давали определенную подсказку, очевидно, уже на тот даже момент известным брендам, что, ребята, вы себя недостаточно активно позиционируете на рынке. Люди не знают «Савушкин продукт», люди знают «Гормолзавод номер один» или «Наш Калинковичский молокозавод» или «Рогачевский». Да, «Рогачев» – это бренд, несомненно. Но, тем не менее, это было так вот безымянно. И, на мой взгляд, это такой пример, который демонстрирует, что эти данные можно использовать в разных сферах жизни. Из экономической плоскости давайте перейдем в политическую. Впереди важная электоральная кампания. И существует в мировой практике такая процедура, как «Экзитпол». Это опрос граждан на выходе из избирательного участка. Я знаю, что опыт проведения такой кампании у вас тоже есть. Поделитесь, пожалуйста. Да, действительно, такой опыт был. Это опыт девятилетней давности. Тогда чем он примечательный? Это опыт впервые тогда у нас в стране по заказу канала ОНТ «Экзитпол» проводила именно зарубежная кампания, которая пользуется большим авторитетом. И эта кампания с украинским отделением, компания ТНС, сочла возможным использовать и меня в том числе в качестве, назовем это так, супервайзера по Гомельской области. И это был такой достаточно сложный и интересный в организационном и техническом плане проект. Я бы не хотел останавливаться на каких-то деталях, потому что это формат, наверное, длительного часовой разговора. Но действительно, этот проект крайне сложный и интересный. Сложно почему? Потому что нужна определенная выборка, достаточно большая. Да, выборка была очень большая. Если мне не изменяет память, мы в целом по стране, опросили более 11 тысяч человек на выходе из избирательных участков. Сложность также в том, что нужно очень четко следовать шагу отбора респондентов. То есть, если говорить очень упрощенно, на каждом участке, где на выходе, прошу прощения, потому что на участке, проводить опрос нельзя. Нужно проводить опрос на выходе из избирательного участка. И даже сложность, извините, здесь связанная с климатическими условиями. Если холодно, конечно, никому не хочется задерживаться. То есть, декабрь, декабрь 2010 года. И наши люди, которые работали на выходе из избирательных участков, тоже и боролись с климатом и холодом. Но самое главное не то. Главное то, что они должны были строго следовать шагу отбора. В большом городе нужно было опрашивать. Я уже не готов называть сейчас конкретные цифры, потому что это рассчитывалось. Каждого десятого выходящего из избирательного участка в сельском населенном пункте. Другой шаг был. То есть не тот, кто тебе нравится или кто тебе кажется максимально дружелюбным, а, например, каждый десятый выходящий. Очень важно для любых исследований, если мы хотим получить достоверную информацию, формировать случайную выборку, чтобы у всех был одинаковый шанс попасть в эту выборку и чтобы она была репрезентативна. То есть она моделировала в целом структуру общества. И вот реализация этого, пожалуй, довольно такой именно самый сложный момент. И наверняка вы знаете, поскольку этим занимаетесь, и отношение современного общества к данным экзит-полов. А оно ведь не всегда однозначное. Как и в целом к данным социологических опросов. Даже в нашем сюжете были интересные такие ответы. Не знаю, услышат ли меня телезрители, которые давали эти ответы. Мне запомнился один ответ, когда человек говорит, я и так все знаю. Ну, это здорово, но я думаю, что нет людей, которые все знают. Но есть те, которые, наверное, недостаточно интересуются. Согласен. Но здесь мы говорим не об интересе, мы говорим о критическом восприятии. Основа критического восприятия многих людей по отношению к социологическим исследованиям составляет то, что люди иногда рассуждают примерно так. Они опросили тысячу, полторы тысячи человек, а меня не опросили, моего мнения не учли. И человек думает, у меня мнение особо оригинальное. Это с одной стороны, с другой стороны человек рассуждает. Но все равно это же маленькое количество людей. Конечно, здесь, чтобы разубедить каждого, нужно как минимум попросить записаться на какой-то курс, в том числе социологии, чтобы понять, как правильно формируется выборка, и что это действительно научная, общепризнанная мировая практика, когда многие исследования проводятся выборочно, репрезентативно. И которая себя все-таки не дискредитировала пока еще, несмотря на доверие или недоверие общества, какое-то субъективное отношение, но опровергнута еще она никогда не была. Андрей Анатольевич, предлагаю сейчас ненадолго прерваться, посмотреть сюжет. Давайте уже на студентов на ваших посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько лет назад на юридическом факультете Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины прошел первый дебат-клуб, сегодня точно не знает, наверное, никто. Кто-то говорит о 15-ти годах, кто-то вообще о 20-ти. Хотя в одном единодушны все. Тот, кто принял решение о создании такого клуба, был человеком с перспективным мышлением. Умение быстро анализировать ситуацию и убедительно доказывать свою точку зрения в любой аудитории. Для будущих юристов такие способности лишними явно не будут. У нас основная цель – это научить студентов ораторскому мастерству, чтобы они не боялись выступать. Безусловно, меняются поколения студентов, некоторые ценности у студентов меняются, и мы это подмещаем на заседании дебат-клуба, но, тем не менее, это не мешает нам довольно продуктивно каждую неделю проводить занятия по ораторскому мастерству. Дебат-клубы на юридическом факультете ГГУ в учебном плане никак не прописаны. По большому счету, это факультатив, который, тем не менее, посещают десятки студентов. После завершения учебы многие юристы практическим навыком учатся годами. Здесь необходимый опыт можно получить еще в университете. Хотя и не сразу. В конце концов, убедить других в своей правоте совсем нелегко. В основном это характерно для новых участников дебат-клуба. Люди, которые пришли впервые или второй раз, и которые еще только адаптируются к обстановке. Люди, которые уже занимаются хотя бы полгода, ходят к нам или год, для них эта ситуация уже не характерна. Неважно, какая тема, насколько они основательно разбираются, они готовы к любым обстоятельствам. Структура дебат-клуба проста. Есть зрители и две команды, которые стараются грамотно противостоять друг другу. В этот раз кто-то пытается доказать, что информатизация и образование – это благо. Другие приводят контраргументы. Последнее даже термин придумали – расслабленный образовательный процесс. Какой смысл подготовки к занятиям, если вы придете домой, зайдете на любой сайт, быстренько глазами прочитаете, поймете, ага, это то, что мне надо, и скопируете ссылку, перешлете к себе сообщение ВКонтакте. И просто во время пары вы откройте эту ссылку, и на любой вопрос у вас будет ответ. Но в голове ничего не останется. По большому счету, дебат-клуб на юридическом факультете Госуниверситета имени Франциска Скорины – занятие даже веселое. Своеобразный КВН, хотя в другом формате. Ни победителей, ни проигравших нет. Во всяком случае, приобретенный опыт ни с какими призами не сравнить. Это еще один шаг в профессию. И опыт, который в профессиональной деятельности обязательно пригодится. Естественно, цель любого вопроса – это попытаться найти брешь в аргументах противника. Ну, если так можно выразиться. Естественно, мы пытаемся каким-то образом поддеть его, ну, в хорошем смысле слова, найти неточность, найти какую-то брешь и попытаться вывести его в тупик. Это получается, конечно же, не всегда, но тут мы учимся. И поэтому, как каждый вопрос, это небольшой шажок вперед. И с каждым вопросом у нас получается делать это все лучше и лучше. Вы смотрите «Диалог». Андрей Злотников, заместитель декана юридического факультета ГГУ имени Франциска Скорины, кандидат социологических наук. Сегодня у нас в гостях. Андрей Анатольевич, юрист, без сомнения, должен уметь говорить и должен уметь аргументировать свою позицию и спорить. Это тренируется? Этому можно учиться, когда тебе уже 20? Несомненно, это тренируется. Я убежден. И я думаю, и в 20, и в 30. Вот помощь сейчас моих студентов не очень пригодилась. Потому что даже в этом сюжете мы видели, там вот был титр Валерий Стародубов. Он уже сейчас наш магистрант, в этом году закончил первую ступень образования. Когда он только начинал свою деятельность в дебат-клубе, он уже тогда был замечательным, талантливым молодым человеком. Но если проследить эволюцию даже по его выступлениям, мы понимаем, что очевидно, вклад в дебат-клуб, я не готов сказать на сколько процентов, но он есть в развитии талантов, способностей, как и многих других ребят, которые мы здесь в сюжете видели. Поэтому это, я убежден, тренируется. Ну, юридический факультет в последнее время достаточно широко становится известен благодаря каким-то нестандартным проектам, новым формам обучения студентов. Накануне выборов депутатов Палаты представителей как раз стартовал совместный проект с БРСМ, который называется «Азбука гражданина». Ролевая игра – это, вообще, вы считаете, достаточно серьезный инструмент для того, чтобы говорить о таких вещах, как выборы парламентариев. Как это оценили сами студенты и как вы со стороны на это посмотрели? Хорошо, я понял, спасибо. Действительно, может быть, тематика достаточно серьезная, но то, что это в формате ролевой игры, оно добавляет такого интереса и расслабленности ребятам. Это, с одной стороны, с другой стороны, здесь срабатывает принцип равный, обучает равного, поскольку эту деловую игру проводят как раз наши студенты, клиницисты. Такие же студенты, как и те, на кого направлен этот процесс обучения деловой игры. И, как показывает опыт, это воспринимается гораздо легче, чем преподаватель. Поэтому, я думаю, это очень позитивный проект. И мне доводилось быть свидетелем того, как это работает. Сейчас мы видим некоторые кадры. Может быть, когда проходила съемка этого проекта, ребята, которые участвовали, несколько так волновались, как, может, и я сейчас перед камерой. Но, тем не менее, потом многие в частной беседе признавались, да, это было интересно, да, это было полезно. Впрочем, для тех ребят, которые проводили эту игру, это тоже такой интересный, нестандартный опыт, потому что ситуации многие складывались не так, как по сценарию игры. Есть определенный сценарий, расписаны роли, некоторые заготовленные тексты, но вот когда что-то прошло не так, они проявили свой талант и смогли выйти из ситуации. Поэтому, я думаю, это достаточно позитивный, интересный проект. Для молодежи – да. А вот, мне кажется, представители более старшего поколения, юристы, ну, конечно же, не все, но вот я уверена, что есть, которые сейчас смотрят, думают, о боже, чему они учат, чему они учат детей, нас учили совершенно не так, и нужно как-то более серьезно, наверное, к этому подходить. Это такая тенденция времени делать все проще, веселее, но более практикоориентированным, меньше времени уделять какому-то глубокому изучению. Здесь не могу с вами полностью согласиться. Серьезность обучения, фундаментальность знаний – это не отменяет. Это как дополнительно, да. И поэтому многие другие проекты, которые реализуются на факультете, в том числе, вот вы упомянули, практикоориентированность, здесь должен сказать, что огромный вклад в практикоориентированность учебного процесса вносит наш партнер, заказчик кадров, Следственный комитет и управление Следственным комитетом Республики Беларусь по Гомельской области и другие наши партнеры-заказчики. Ну вот со Следственным комитетом наиболее такие в последнее время более тесные связи. Они организуют совместные учебно-методические споры для наших студентов и молодых следователей. И это то, о чем в последнее время говорит в том числе и глава государства, акцент на практикоориентированности образования. Но это, опять же, повторюсь, не отменяет серьезного образовательного процесса, который имеет какие-то классические основы. Здесь лекции, здесь практические занятия, здесь зачеты, экзамены, тесты. А эффективность всего этого показывают уже специалисты на выходе их результаты работы, но это пока еще отследишь, что из кого выросло. А во время учебы уже можно замечать по результатам каких-то конкурсов, публикаций, какими достижениями ваших ребят вы можете гордиться? Ну, я думаю, что весь наш факультет и университет может гордиться достижениями многих наших студентов. Может быть, кому-то будет обидно, что не всех возможно перечислить, но, допустим, даже вот за последние годы было несколько международных конкурсов, олимпиад, на которых наши студенты добились такого, на мой взгляд, серьезного успеха. Вот, например, даже в сюжете мы видели, давал интервью Евгений Ранько, он уже несколько лет преподаватель, и как раз куратор вот этого депат-клуба, он в свое время становился серебряным призером, ну, серебряным, так возьмем в кавычки, в пользу спортивной терминологии, международного конкурса ораторского мастерства цицеронии. И вот один из, так скажем, опять же, в кавычках, его учеников, Валерий Стародубов, тоже мы видели, он в 2018 году занял тоже второе место на этом международном конкурсе ораторского мастерства цицеронии. В этом году Надежда Денисенко, наша студентка, теперь она уже четвертый курс, тоже заняла второе место. Ну, какая-то заколдованная цифра, уже может пора взять кому-то первое место. Вот в этом году, допустим, наша команда юридического факультета на Белорусской юридической олимпиаде в командном зачете заняла второе место, пропустив только студентов из БГУ. Тоже здесь в этом сюжете мелькал Евгений Лукашук, наш студент, который в индивидуальном зачете занял третье место, а в прошлом году еще больше успеха добилась такая студентка, она тоже сейчас четвертый курс, Светлана Супрун, заняла второе место в индивидуальном зачете на Белорусской юридической олимпиаде. Есть еще такой интересный конкурс в этом году, кажется, четвертый раз он уже будет проводиться, международный конкурс по медиации, переговорам. Наши студенты довольно успешно в нем участвуют. В 2017 году студенты, уже выпускники нашей факультеты, Артем Шульга, Юрий Серов, стали победителями этого конкурса, обыграв всех. В прошлом году, в 2018, наша команда из двух девушек, Дарья Боровикова и Янина Шевеленко, заняли третье место, пропустив вперед только сильную команду и с Российской Федерацией, и Казахстана. То есть, по факту, среди белорусских студентов они были лучшими. То есть, это такой небольшой, короткий перечень. Может, опять же, повторюсь, кому-то будет обидно, что не всех назвали студентов. Очень много у нас отличных, мотивированных, одаренных. И, надеюсь, те студенты, которые сегодня пришли, они повторят, а где-то и превзойдут успехи тех, о кого я сегодня говорил. Молодцы. На самом деле, нужно вам первое место уже. Есть несколько вопросов, мы уже подробно на них не ответим, но буквально пару слов. Интересно узнать, сколько людей уклоняется от участия в опросах? Если такая статистика ведется, публикуются ли ее данные одновременно с результатами опросов? Фиксируется, сколько человек отказались от участия? Или это не хотите, как хотите? Целесообразность этого нулевая, на мой взгляд. Сталкиваются ли интервьюеры с тем, что люди не всегда предельно честно отвечают на вопросы? Да, конечно. Но здесь можно сказать, если очень коротко, о методике, когда есть вопросы ловушки или вопросы контролирующие один, другой, и поэтому можно все-таки проверить. Это выявляется, не нужно думать, что можно социолога обмануть или психолога. Фиксировались ли прецеденты, когда социологи ошибались? Социологи людям тоже свойственно ошибаться. Кто обычно заказывает социологические исследования? Заказывать могут и государственные структуры, и коммерческие структуры. Спасибо огромное. На этом предлагаю завершить. Спасибо вам. Андрей Злотников, заместитель декана юридического факультета ГГУ имени Франциска Скорины, кандидат социологических наук. Был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова